Администрация поселения проделала большую работу по организации встречи и заранее оповестила пенсионеров о предстоящем мероприятии. Зал культурно-спортивного комплекса «Назаревский» был полностью заполнен. Поделитесь, какие случаи у вас в жизни были. Я надеюсь, что наша беседа даст какой-то положительный эффект, и она каким-то образом поможет. Наша с вами беседа. Вот это памятка. Сторонники партии раздали пенсионерам информационные памятки. В них рассказывается об основных видах мошенничества, приведены реальные истории из жизни, а также даны советы пожилым людям, как вести себя в случае потенциальной опасности. Вы возьмете столько, сколько вам нужно. Для всех ваших знакомых, родственников, соседей памяток много. Берите столько, сколько вы посчитаете нужно. Один из самых распространенных случаев мошенничества – звонок на мобильный телефон. Ирина Гайворонская предупреждает, если звонящий сразу заводит речь о деньгах, кладите трубку. Это мошенники. Часто сообщают о том, что кто-то из близких попал в беду и просят перевести на специальный счет деньги, чтобы уладить проблему. Но едва ли человек, который реально хочет вам помочь, станет требовать за это плату. Убедиться, что это обман, достаточно просто. Если вам звонят по телефону, и вы в телефоне слышите какие-то посторонние шумы, вам как бы говорит какой-то родственник, что я там ваш родственник, но вы слышите посторонние шумы, это вас должно насторожить. Во-вторых, вот мы все люди, которые выросли в Советском Союзе, вот мы люди из Советского Союза, как мы привыкли помогать своим знакомым, родным и так далее. Мы привыкли помогать бескорыстно. Вот если мы видим, что кому-то плохо, мы же не будем сразу брать и высчитывать ту сумму, которую мы хотим за свою помощь получить. Правильно? Вы со мной согласны? Иногда мошенники присылают на мобильный телефон подобного рода СМС-сообщения. Ирина Гайворонская советует в таких случаях не впадать в панику, собраться с мыслями и постараться связаться с тем, о ком идет речь. Следующий вид мошенничества касается банковских карт. Никаких запросов по телефону от сотрудников банка быть не может. Им строго запрещено спрашивать пин-коды от карт. Не пускайте в дом мошенников, часто это очень хорошие психологи, а некоторые и вовсе облатают гипнотическими способностями. Мы объехали уже 12 поселений из 16. И, к сожалению, вот каждый раз, куда мы не приедем, бывает вот так обидно за этих пожилых людей, да, что наши старики, они вообще лучшие в мире. Они лучшие, они добрые, они пережили вот такие вот тяготы этой жизни. И когда приходят вот такие вот мерзавцы, которые забирают у них последние, хочется их, конечно, найти и наказать. Для того и ездим. Также были приведены примеры разных видов мошенничества. Не все истории заканчиваются хорошо. И главное, что вынесли участники встречи, бдительность никогда никому не помешает. Сегодня очень все хорошо. Мы выслушали старые люди. Теперь будем все понимать. Как это нас обманывают везде и ходят. Все вопросы будем теперь решать. Милая Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».